Уважаемые коллеги, позвольте мне представить вашему вниманию Данила Демина, известный специалист в области корпоративной культуры, психолог-консультант, много и обширно занимающийся всеми вопросами, связанными с управлением, человеческими ресурсами. Я такой глубокий эксперт в том вопросе, в частности, которым мы посвящаем наше сегодняшнее время. Что для вас корпоративная культура и почему ей нужно заниматься осознанно? Почему нужно заниматься? Потому что практика показывает, и мое убеждение, что корпоративная культура – это ключевая основа всего, на чем строится компания. Именно корпоративная культура мотивирует сотрудников, именно корпоративная культура определяет будущее организации, определяет ее место на рынке, в том числе прибыли организации определяет корпоративную культуру. Простой пример. Вот смотрите, по 2010 году Apple на рынке смартфонов по величине продаж, по количеству проданных качеств занимало 4% рынка. Что такое 4% рынка? Это копейки, да? Абсолютно копейки, конечно. Но если мы за тот же период возьмем прибыль с этого рынка, на долю Apple пришлось 37% денег, а это уже лидерство на рынке. Понимаете? Вопрос. За счет чего, да? Почему люди тянутся к их гаджетам? Почему люди, они становятся апологетами этой компании, они становятся фанатами ее, да? Они несут деньги, они платят больше, чем конкурентов просто. Именно за счет корпоративной культуры, за счет чего же еще? Поэтому не заниматься корпоративной культурой, еще один вариант, да? Давайте попробуем не заниматься корпоративной культурой. Что это значит? Разве это значит, что ее не будет? Нет, она будет. Вопрос какая она будет? Я у себя на семинаре показываю, на складе там две картинки. Английский подстрижный газон и заросшая боль. И там и там трава. Просто одной травой занимаются и получают результат тот, который нужен. Отлично. Если ты не будешь заниматься, то сорняки же все равно прорастут. И сделают то, чего хозяин, в общем-то, и не хотел. В данном случае, хозяин бизнеса, да? Ну, то он же у бизнеса. Вот чтобы эти ожидания случились, воплотились в жизнь, нужно заниматься корпоративной культурой, иначе никак. Спасибо большое. Надеюсь на будущие встречи. Данила, всего хорошего. До свидания. Давайте всех поаплодируем. Спасибо. 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 Спасибо.